Победа Украины – единственный способ закончить Российско-Украинскую войну. Это гарантирует безопасность не только самой Украине, но и всему региону. Победа Украины – это победа демократии, считают эксперты. Любой другой исход войны только усилит российскую агрессию. Российская федерация поставила все устои цивилизованного мира под сомнение, под постоянный террор, в условия постоянного шантажа, поставила весь мир в условия дестабилизации. Мы же прекрасно помним, как подходила Российская федерация к вопросу продажи тому же Европейскому союзу и нефти, и газа, как Российская федерация искусственно создавала миграционный кризис на границе с Польшей. Ну и точек дестабилизации, которые Российская федерация создает по всему миру, начиная от Южной Америки, заканчивая Африкой, Ближним Востоком и Средней Азией. Киев не приемлет никаких переговоров с Москвой, пока ее войска не покинут территорию Украины. В этом его поддерживают и международные партнеры. «Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это ложный призыв. Россия использовала бы его для перегруппировки и усиления своих войск. И пока они не отступят с оккупированной территории, и речи быть не может, и не должно быть о каких-либо переговорах». Угрожая Украине применить ядерное оружие, Россия поставила под угрозу мировую безопасность. В Пентагоне уверены, действия Кремля могут подтолкнуть диктаторские авторитарные режимы к разработке ядерного оружия. Ведь они увидят, что наличие ядерки предоставляет государству определенный иммунитет во время войны с неядерным соседом. Только разоружение России принесет безопасность региону, считают эксперты. «Мы имеем дело с беспрецедентной сейчас ситуацией, когда руководитель ядерной державы угрожает всему миру термоядерной войны. И дальше ему нужно будет принимать решение относительно использования или неиспользования ядерного оружия. А это будет самый, наверное, опасный в нашей истории последних лет момент». Российская агрессия против Украины привела к кризису и в мировой экономике. Во всемирной торговой организации уверены, из-за войны ситуация в следующем году только ухудшится. «Если в октябре 2021 года говорилось, что мировая торговля, физический объем ее, в 2022 году вырастут на 4,7%, то в апреле этого года говорилось уже о 3%. То есть 1,7% роста мировой торговли по сути было потеряно именно из-за начала этой войны. Сейчас они говорят, что в 2023 рост будет 1%. А отсутствие украинского продовольствия на мировом рынке привело не только к росту цен, но и угрожает голодом странам Африки, Азии и Ближнего Востока. В ООН заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину, оккупация украинских территорий и уничтожение урожая могут стать причиной того, что в следующем году 222 миллиона жителей планеты вероятно столкнутся с острым дефицитом продовольствия». Миллионы людей на Ближнем Востоке в Северной Африке сейчас столкнулись с последствиями путинской войны против украинского урожая. Позвольте сказать прямо, это Путин создал продовольственный кризис. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии во время выступления перед дипломатическим корпусом ЕС в Брюсселе. «Понимая значение и роль победы Украины, страну поддерживают не только главы государств-партнёров, но и их граждане. Европейский парламент опубликовал статистику, согласно которой 74% населения ЕС одобряют помощь Украине. Речь идёт о санкциях против российского правительства, финансовой, военной и гуманитарной поддержке». «Это также наша война. Украинцы борются и за нас тоже. Это очень важно для всех нас вносить свою лепту. Помогая украинцам, мы помогаем себе. Эта война не на другом конце света, а в Европе. Мы часть этого».